Она там какая-то у нас на работе, я в Испитине работал, ну и что-то она там трепалась об объемке. Я ее зажал, а она, да это не я, это Настя. Я, значит, тогда к Насте к этой, я работал все время с топором. Она идет, а там большие какие-то кучи, это, ну, подземные работы, шри, наболели-то. Я к ней подхожу вот так вот, она на меня не глядит, она только на руку смотрит. Я говорю, ты это говорил? Говорила или не говорила? Да я это-то-то-то-то-то-то. Я говорю, этого говорить не надо. У нее глаза, говорится, по черепу стущат. Больше ничего не говорил. Ну, это мы слышали, Натихон. Ну еще, какой вывод отсюда? Какой вывод? Ну да. Ты слышал дважды, поэтому отвечаешь ты сугубо. Сугубо это что означает? Это значит сугубо. Пояснилось. Как губа, только су. И как Пушкин говорит, жизнь дана для жизни. Еще он объяснил. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы здесь, среди земных страданий, найти следы небесной красоты. Слышал это? Земная жизнь встречает нас сурово, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Слышал? Нет. Мы молимся, Христос на нас зирает, Он хочет просьбы наши услыхать, Он хочет силы и здоровья дать нам, чтобы здесь, живя, Его нам прославлять. Жизнь дана для жизни. То есть во Христе. Внимательно посмотрите на то место, которое перед нами. Что вы видите? Где опасность? Есть ли такая тут опасность? Тополь? А? Про тополь говорили. Так. Теперь размахни его, куда он будет падать? Он недавно такой огромный свищок уронил. Значит, я предлагаю убрать его. В этом вопросе поможет нам Роман. Сейчас пойдем, я дам веревку. Там лестница есть. Брату помочь, насколько возможно, выше и захватить. И мы будем тянуть. Но веревка короткая. Для на нее привязать двойным, которая там как бельевая, она не оторвется. У Романа есть крепкий трос, которым мы тянули. Его и взять. Да это тоже веревка крепкая. Не знаю. Тут проверено. В общем так. Надо полезть и туда сейчас. Кто полезет? Полезешь? Глянь на него. А почему не полезет? Говорят, а там оса пролетала позавчера. Оса пролетала, уже не полезет. Ты понимаешь, если ты так вот будешь сцепляться за маленькие причины, эти причины, однажды все вместе совьюся в комок и ударят. Вы спрашиваете, вы не говорите. А потом учите. Скажите, лезь, я полезу, а то полезет. Нет, я не буду говорить, лезьте. Вы сами решите. Ну так и все. Выход один. Я полезу. Добровольцы, надо лезть туда босиком. Цепляться за все. Вот я развилка, хотя бы здесь засыпися. Выше туда, тогда трудно залезти. Вот развилка большая. А я иду сейчас туда. И грохнуть его прямо поперек улицы. А дальше разрабатывать. У тебя с той стороны пила, но Романа больше туда. И я к нему сейчас поеду. Идем помолимся. Благослови нас, Господи, и умудри. И саделы, как воле Твою Святой угодно, дабы избежать опасностей. Слава Тебя, Честный Святой Дух. Аминь. Тем более, я здесь на лесу жду еще машину в граве щебня. Сейчас идем. Я дам веревки, а сам поеду туда. А вы еще раз посмотрите, как можно сделать. Такая лесница. Ну, пусть все. Там лесница есть большая. Она вот достает до первой стычки. Дабы, она пробовала. Дабы, она пробовала. Дабы, она пробовала. Можем было разобрать. Болейте. Пока я не вернусь, постарайся не слазить, Володя. Потому что, если я Роман какой-то трос возьмет, то это было бы хорошо. Куда тянуть? Вот сюда вот и тянуть его. Вот в этом месте. Он довонет вам тот большой. Если бы тот большой отдельно свалили сначала, сук. Когда бы проще было. Ну, он там будет падать, кое-что поломать может. Его надо целиком сюда брать. И жильем брать. Как смотришь ты на это? Вон вверху, где разделка, тоже неплохо зацепиться. Но как туда лезьте? Да очень просто. А? Здесь-то просто залезьте-то. Ну, просто так просто. Кто-то там как-то помогает. И все. Сучки-то хорошие. Я оставляю топор здесь. Надо же это. За центральный, да, братство? Ну, да. Я думаю, за центральный. А я бы, например, вот так вот молоток туда запустил бы. Еще и дальше. Ну, она бы и раз, потом петлю завязала, Ну, давай, бери, бери. Да, бери. Давай. Давай, вратец. Ну, же, впрочем, у Романа хорошо получается закидывать лосцом. Он тогда пробовал. Слава тебе, Боже, Слава тебе. Сарик, наш шарик. Сарик, наш шарик. Он, наш шарик. Ой, шарик. Юлана, наш шарик. Что-то он даже спрятался. Двойной сделать, чтобы вдвойной за конец прилетать. Так, двойной. Грузило бы такое не было. Бускай, бускай, бускай. Тяжелое что-то кидать. А? Тяжелое кинуть-то. Ну, что я там, какой-то тяжелый, нет больше ничего. Молоток, что ли, бросать будешь? Пропал молоток. Ты его в траве не найдешь. Он же привязанный. Ну, давай, бери, еще надо. Веревочки какие. Как только вверху-то сзади веревочки, поеду тогда... Роман, ты можешь вон там посмотреть железяки вон там, за кустом. Там полно их. Потому что ты подберешь. Все, да? Да, выключаю. Потом отдельными эпизодами я слип. Соня, на 22 августа. Вот. Решились сварить этот тополь. Раз, два, три, четыре. Не хватает 80 сантиметров. У тебя рост какой? Метр шестьдесят пять. Метр семьдесят пять? Метр шестьдесят пять. Шестьдесят пять и семь и восемьдесят сколько будет? Шестьдесят пять и восемьдесят сто сорок пять. Ну, сто сорок пять. А почему-то там свой-то метр шестьдесят пять. Прибавь восемь. Двести и сорок пять. Двести и сорок пять. Вот. Это по объему двести и сорок пять. А внизу там еще больше намного. И от него уже посмотри, какие отпадывали эти. Били просто. Вон. Вот они сухи. Видно где? Прямо над нами он два раза обламывал. И вон в каком состоянии он как будто скобой кто держит завязал его. Видишь? Ну вот. Скажу, что у меня обхват рука и рост одинаковый. Так, пойдем. Там где-то есть какая-то табличка пока? У людей орши, локар, пять. Дело простое. Мы будем тянуть, а ты здесь в четыреугольник даем, а оттуда начинаешь валивать. У него вся тяжесть идет сюда. Не дать ему упасть на дом. А забор? А это не для нас ничего не значит. Мы лучше делаем. Так, ты, Володя, встанешь подальше, не рядом. Ну, конечно, я знаю. Это у вас достигаемость. Я свою позицию знаю. Так, все. Или уходим отсюда. Он может нежасно пойти, когда кто не ожидает. Никита, ты сделай снимок и иди сюда. Все, начинай, Роман. На каком тебе удобном уровне, так и делай. Чтоб завалить его. Велосипед-то убрать бы надо оттуда. Велосипед. Да, да, это точно. Тенку подберу, что я тоже. Она попова от подарков тащит. На моей сумке ни одной заплатки нет. Если юмора нету, то отстает какая-то старообрядческая желчь, чем как грело мозгов. Берите, Никита. Он настоящий, упереди меня. Первый тебя, следующий. Как грело мозгов, это вы про меня говорили? Да нет, вообще, если у человека нет юмора, то остается только... Да, я слышал, да, да. Слушай, это вообще-то старообрядческая, качество. Понятно. У них юмора вообще нету. И поэтому они такие все. Бедные. Так они так живут. С бородами все без юмора. Все, покажи. Сделай комиссарий, делай. Товарищи, делай комиссарий. Что же ты там делает? Давай подходим. Ул foi, т.к. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 в любой момент она могла меня убить что вы думали вот как она гляди как вы догадались ну роман молодец давайте вам ветка была и могла упасть туда не знаю наверно там на дому у нас у меня началась нужны топоры большие вот здесь на полке лежат а а а а а у а а а а а Вот так. Смотри, смотри. Я тут посмотрю. Аккуратно, попытайтесь снять скворечник, если можем. Он мне еще сгодится. Аккуратно. 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 Роману помогите. Бревно стянуть, сдернуть Оно не отпилено, Роман? Все Собирай Рядом тополь, вон тот тоже надо пилить Только пилу не засади, смотри Ты знаешь, что и делается? Жену спасаю Жену спасаю Он туда мог упасть Ты Жене скажи, скажи Убрать тополь надо Так пополам с вами Половина ваша, половина наша В одним махом Что вчера не договорились? Где, здесь? Нет Ну пошли к вам и договорится хозяин А мы как можем? Сколько стоит? Сколько? Пять тысяч стоит у них Пять тысяч рублей, говорит Это у мамонта Он говорит, здесь за 10 Говорит, чтобы поедут Тополь? Свалить? Ну большой А маленький А маленький там Двойной? Ну и тысячи по три Играет Маленький Ну у нас такой Пулк Маленький Большой Ну а как по-другому Они же на работе Ну вот Лучше отцепить провода Спокойно Сережа, иди обрабатывай Какую можешь Если пойдем Вон тот тополь Надо обрабатывать С той стороны Близко не подходи Заходи с той стороны Сережа, иди на ту сторону Вот сюда Тот тополь, который лежит Никому не мешает Попробуй обрубить Стрелки 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 Субтитры сделал DimaTorzok Он роняет его зря Сережа, скорее березу обрабатывай Еще стоишь Вот эту тоже свалить надо Вот этот тополь И вот этот рядом Он туда упадет Вот эту еще Давай сразу Это сущок такой у нее Ты вот эту не подпеливай На визу не ошипелит Смотри, она тут ни о чем висит Ты, колейку ударь Где-то утолчит, да? Да Ну вот это вот Вот это вот и вот это не подпиливая как-то по-другому а 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 Она висит чуть-чуть, ее надо уронить еще. Смотри, пока она висит, лучше пилить ее здесь. Нет, она не пойдет, наверное. Береза, дед. Нет, ее лучше тут с щурками пилить. Три сучки, которые под ней не пили, она зажмет, нам не вытащить пилу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Ветки оттаскивайте, а потом мы их в одно место с удовольствием Подожди, чтобы слышно было, я вам скажу Ты видишь, нет тополь какой, где он? А для чего это все сделали? Не знаю Чтобы спасти жену любимую От чего? От смерти От какой? Вот от этой вот Она же каждую минуту могла упасть Ты видишь, дерево так белое полностью А ты все еще не ценишь Чего лопань туда? Спасибо, Иисусе Ну ладно, ладно Вот смотри Как бы не роман, так бы и стояло Гляди, все пришлось убирать И березу, и клены топали Все посмотрела? А какая красавица была Так, все, обходи отсюда А внутри, ой, какая милая Да Пишет стихий поэт о жене А она пришла и стоит в дверях и стала говорить Ну что приперлась? Здорово Видел? Теперь дальше что нам нужно делать? Ой здесь Оthough Отов白 Так и гробы окрашенные Как говорится Да А внутри суть Обойди вокруг Все Вот этот отпилить тополек, чтобы он сломает ограду. Подожди Никита, вот этот вот, он на весу сейчас? Это тополь, чтобы он упал, ограду освободил. Ой, 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 ой... 3, 4, 5. 1, 2, 3... На поление ей сколоти, и она с ограды, чтобы убрал. Глохнет, да? 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 Да, вот они, да? Глохнет, 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 да? Глокнуть, да? Вот треножник обыкновенный и безопасно и крепко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уже осенью будет ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тук-тук-тук Привет! Привет! Хороший! Хороший! Ладно, потом погуляем Ну что Да, в поте лица будете есть картошку и хлеб Алищики отдельно Называется культура лесопользования От одного дерева сколько дел И после этого мы пришли и считали Больше ничего не занимались Больше ничего не занимались Ну и считай приняли машину сходили С щебнем Так Работа завершается Благополучно Сейчас просим Игнать Тихонович Один вопрос Игнать Тихонович Как вы считаете Мы все правильно сделали здесь Ну как сказать Во-первых, почему мы сделали Я бы сказал Вчера у меня даже мысли не было Прикасаться к тополю Сегодня сидели Обедали А потом я встал Или в окно отсидел Просто подошел глянул И мне как мысль такая Что дерево упадет Ну допустим Если предположить Что в пол третьего Мы кончили обедать А сейчас шесть часов Ну сколько это будет Четыре с половиной часа Так наверное Да нет Или три с половиной часа Да Так еще Роман был Нас четверо И он пятый был Ну я думаю что удачно все получилось Свалили, никого не повредили Ну тут оградку сломали, она гнилая была Березка сломана Ее убрали Неправильно сделали Что до конца отпилили Клен Потому что он был бы столбиком Уже внутри он был Ну что спрашивать Полностью дерево пораженное Это дерево оно такое слабое Господь надоумел Сейчас надо главное вот это Я пробовал мелами Ну оно траву берет и не дает Вот так вот руками собрать Потому что Больше мы никогда тут не будем Вот это вот собрать и вон туда вынести Дали ее, Сережа, как следует Вот так Получилось Вот человек если в городе У него что-то там Ну видишь что дерево не такое Он там сообщает Дальше приезжает не сразу А приезжает комиссия У меня дерево наклоненное было Вот так вот стояло перед окном На ползунова 6 Ну посмотрели Ответ пришел Что все правильно Надо убирать И пришли Машина приехала Там сучки Урвали там электричество Отключили на всю улицу А человек сидит и смотрит Здесь ничего не надо Мы встали Помолились Итак Добровольцы Ну если пошлю Тут один говорит Да я никого не посылаю А человек найдется И вот Смотри как это Воробьи Пылят Посмотри Моются как Приблить их Покажи В городе на асфальте Он этого делать не будет Видал? Это они Насекомых выгоняют из тебя И вот Человек ждет Наконец Машина приехала Поднимается Смотрит Ему ничего Человеку Все чужое Здесь все родное Я ползаю Вроде Ну а что ты Нагибаться нельзя Вчера Землю покидал А позвоночник После операции Смехнули И я так Так На коленку Ой Даже подняться Не дает он Сережа Я не буду больше Здесь поднимать Я очень доволен А Володя Бомбит Эти Чурки Володя тоже доволен Поднять их Можно было Увести Видишь как Раньше то Если бы Не знаю Тешился над ними А сейчас Несколько раз Если я ударю Все Позвоночник Стрес Я вчера думал Что утром Я не встану Надо Надеже Васильевне Сказать Чтобы она не выдумала Начала раньше приходить Мне это не надо Чтобы кто-то раньше тебя был Она на 2 минуты Раньше 4.40 встаю Она приходит пораньше Я сказал Что за тебя за первого молюсь Она решила перехватить А мне это уже не нравится Это искусственно Ты первый всегда был у меня Никита Ну что Слава Богу Ты принес мне машинку Такую Нет? Нет А кто бы сбегал Ты можешь ее отнять? У кого Отнять? От электрической сети И его видеоаппарат Конечно могу Ну сделай пожалуйста Я Хочу замерить расстояние Там на снимке должно быть видно Где упала Береза Это тополь И шагами Или как веревкой Замерить Какое расстояние А потом до дома Где бы он ударил Когда упал Меня вот что интересует А чего Господь спас Роман мгновенно откликнулся Свои дела Машина Я пришел И говорю Роман Ты свободен? Да нет Вот машина А вот если ты сейчас не будешь ремонтировать А оставишь ее до вечера Кто-нибудь поедет? Он говорит Да нет Я говорю А мне угрожает смерть Да вы что? Что надо делать? Я говорю Завалить А кого? Я говорю Никого А чего? Тополь Он рассмеялся Это как мальчишка деревенский Матери Пойдем вам на базар Кого-нибудь съедим Так и здесь Завалить И вот завалили его Оно рухнуло Фактически Фактически мы Никто не пострадали Тянули мы хорошо А смотри Сережа Как ты Какой способ Тащит Повыбирайте Как можно больше Все На этом конец Доволен Доволен Благодарю Бога За таких друзей Братьев Одно Сегодня у меня недоразумение было Один человек Уехал в город И забыл Нужную вещь И мою вещь Ну а другому дали Теперь состыковались Или нет Они в городе Просто переживал Звонил Убеждал их Что необходимо Вам встретиться Чтобы Что я задумал Было выполнено Ну все Однако Аллилуйя Вот Тополь Убрали Вот Я вышел посмотреть Какие кучи От него А Тополь Смирнёхонько Лежит Все Кучки собрали его Вот Ребята Загораживают Где-то Что-то Сломали Пожалуйста Никитов Владеет Как положено Молотком Не то Что в первый год Новые столбы Поставили Что скажешь Молодцы Хлопцы Давайте Заканчивайте Ворота Повешайте Только Закрыть Чтобы На столбы Это Ваша законная добыча Тащите Домой Вот Эта Воротина Оттуда Да Чтобы Можно было Открывать А Вот Это Отпилы Оттащу Это Здесь Не Её Там Не привяжешь Она Отпиливай Там Матушка Ставит Давай Тащи сюда Ставь Ставь Не Завосельного Матушка Спряталась За столб Давай Давай Поднимай Моду Взяла Такую Прятаться Все Рано Я Засыплю Давайте Прибивайте Все На этом Заканчиваем Вот Тополь Что От него Осталось Огромный Тополь Вот Только Чурки И гнильё Напоминает Хотел показать Когда уже закончили возить Вот вторая половина Ворот Сейчас поставят О Моя Бузка Бежит Красавица Но Вот Что От этого Тополя Осталось Смирнёхонька Лежит Сложили В кучку Там Мелочь Отдельно А Это Что Колоть Вот Он Куда Захватил Ой Шарик Ну Что 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 Ну Шарик Шарик Я не могу взять тебя Шарик Я скажу Ребятам Возьмут У меня Тут занято Вот Сколько Вот Тополёк Смирнёхонька Лежит Все На пользу Делу А так Угроза была Прямо Беда Так Ну что Так Ребята Возьмите Шарика С собой А там С ним Побегает Коля Все Закрыли Смотри Тополь Ты видел какой он гнилой? Видела А? Видела Подходила? Да Я сегодня только в окно глянул Почему-то мысль была убрать И вот Считай до 7 Провозились Это получается 4,5 часа 4,5 Да Да Так Нас четверо здесь Да еще и был Роман Пятый Еще Ставите Вот Привязывайте Все Закончено Как будто Никогда Ничего и не было Так попутно еще тут Вот второй тополек стоял Клен и березка Ну это все сломано было уже Березку то мы не тронули бы Ну что Вот От старой ограды сейчас нагрузят Повезут туда домой Это их добыча Всегда так Вот Вот Это волокет Волочит Да Сволочь Да Сволочь Все Звучит как Высоски поют Угорю и мне угорелому Пар горячий Развяжет язык А нам пот горячий Завяжет язык Болтать то некогда Работать И каждый день Вот вчера думал Что же мы будем делать Вчера все переделали И дорогу там Выправили И Деревья Мешали сильно На повороте На 90 градусов Не видно машины Все это выпилили А сегодня все привезли Удивительно как вот Ну это все Может быть и не войдет Да Вон под ногами глянь Я еще запутался Володя глянь Что со мной делается Глянь Ну Проволока Что же тут такое Куда ты ее кул Никуда Унеси туда туда Так все Хорошая буска Хорошая матушка Батюшка приехал Все Пойдемте обедать Ужинать Хлопцы Тренажник надо забрать Никитина сумка тут Смотри как подобрали Подмели Вот это работники Хорошо Так все тащите Остальное можно так Ванну проще Затащите потом Не опоздать Возьми кто-нибудь Сережа Тренажник Тренажник на нем пилили Туда вынести Тренажник на нем пилили Вот так Все По милости Божией Вот Стоял тополь Он стоял А теперь лежит Расколы На щурке Лопата Да Все Пойдем Пойдем Эти красные лопаты Пойдем Еще Еще Одно Продолжение следует...